Экстрабау вы смотрите Самый Народный Топ в мире, Топ 5 Дай 5, и веду его я, Ликей. Первая часть топа про супергероев набрала миллион просмотров, мы сделали вторую, она тоже набрала более миллиона просмотров. И по нашей старой традиции делаем третью часть ваших любимых мужиков в трико, супергерои, все дела. И перед тем, как начнем, хочу сказать, что уже 26 мая мы будем в Питере вместе с Костиком, музей стрит-арта, фестиваль видеоблогеров Видфест. Приходи туда, мы там будем снимать одну из твоих любимейших рубрик «Ютуберы угадывают», «Ютуберы смотрят», «Ютуберы дышат воздухом», «Ютуберы едят яичницу». Плюс, возможно, мы и тебя поснимаем, может быть, выйдем в народ, спустимся с небес, и поснимаем вас тоже. Плюс я выступлю, как Эрик Нейтрон, на главной сцене, хип-хоп, все дела, в общем, приходи. Ссылка в описании на сайт vidfest.ru, там можешь купить билеты. Ну а на что подкрывает супергерой в ублегающем костюме, как неожиданно правда, о котором мир узнал 54 года назад, и его зовут Сорвиголова. Место номер 5. Сорвиголова впервые появился в комиксе в 64-м году, а его настоящее имя Мэттью Майкл Мердок. По легенде, Мэтт является сыном боксера, а слеп он в тот момент, когда вытащил старика из-под колес грузовика, везущего химикаты. С потерей зрения у Мердока сильно обострились другие чувства. Его отца убили за то, что тот отказался проигрывать бой, и тогда Сорвиголова решил бороться за справедливость. Ну что, держишься? Как хороший католический мальчик. В первое время супергерой казался зрителям скучным и не пользовался сильной популярностью. Но в конце 70-х годов за него взялся Марк Миллер, и все поменялось. Он полностью изменил героя. От того позитивного Мэттью Мердока мало что осталось. В какой-то мере он даже стал антигероем. В один из моментов его жизни наступила черная полоса. Его девушка предала его и стала порно-звездой, а у него отобрали лицензию адвоката. Но Сорвиголова, как подобает настоящему супергерою, выбрался из этой ситуации. В 2015 году на видеосервисе Netflix по мотивам Сорвиголова вышел одноименный сериал. Я уже говорил, сержант. Я неплохой парень. Продолжает наш топ еще один герой из вселенной Марвел. Но на этот раз не в красном костюме, а в черном трико облегающем. Это Черная Пантера. Место номер 4. Черная Пантера имеет множество псевдонимов, но настоящее имя у него одно. Но Т'Чалла. Черная Пантера же, в свою очередь, не просто прозвище, а титул, который Т'Чалла унаследовал от своего отца Т'Чака. Отца убили, и тогда Т'Чалла стал правителем страны Ваканада, которую был обязан защищать от постоянных нападений. Вы не смеете нарушить границы Ваканды. Костюм Черной Пантеры, как и псевдоним, Т'Чалла унаследовал от своего отца. Черная Пантера обладает неплохим списком способностей, в которые входят обостренные чувства, высокий интеллект и медстепень доктора наук в области физики. Огромное финансовое состояние и многое другое. Черная Пантера был членом лучших супергеройских команд, таких как Мстители, Фантастическая четверка и Защитники. Он даже был женат на Шторм из Людей Икс, но брак распался после очередного нападения на Ваканду. Несмотря на то, что Т'Чалла не обладает сверхспособностями, он выдерживал противостояния с такими героями, как Росомаха, Капитан Америка, Железный Человек и многие другие. В этом году состоялась премьера фильма «Черная Пантера», которую пользователи Кинопоиска оценили на 6,8. Незапечатанный комикс с первым появлением «Черной Пантеры» оценивается в 18 тысяч долларов. На третьем месте у нас герой, который появится, если ты разобьешь старый советский градусник. Это очередное творение Стэна Ли, героя вселенной Марвел «Ртуть». Пьетро Максимов. Вот настоящее имя Ртути. Он является мутантом, впрочем, как и его сестра Алая Ведьма. Изначально он работал на Магнета, своего отца, но через некоторое время присоединился к Людям Икс. Еще позже Ртуть вместе со своей сестрой перешел к Мстителям, после того, как их уговорил Железный Человек. После одного из ранений его спасла Кристалл из нелюдей, на которой он женился и из которой у них родилась дочь Луна. Однажды Луну похитили, и тогда Мстители, Люди Икс и Икс Фактор решили объединить свои силы. Будь другом, верни ее на место. Хорошо. Питер? Только не гони. Из-за своей сестры Ртуть практически лишился суперспособностей, что практически довело его до самоубийства, но тогда его вновь спасла Кристалл. Пьетро обладает сверхчеловеческими скоростями. Он мог бегать со скоростью звука, а собрать кубик Рубика ему удавалось всего за 3,4 микросекунды. Серебро забирает самый патриотичный герой из всех существующих. Его даже назвали в честь страны. Капитан Америка. Второе место. Место номер 2. Персонаж Стивен Роджерс, это настоящее имя Капитана Америки, родился 4 июля 20-го года прошлого века в Нью-Йорке в бедной семье. Стивен очень хотел помочь своей стране во время военных действий, но по состоянию здоровья его не взяли в армию. Граната! Бежим, бежим! Тогда ему предложили принять участие в эксперименте Операция Возрождения, в ходе которого ему ввели сыворотку суперсолдат. Те способности, которые появились у него после эксперимента, просто не перечислить. Проще сказать, что он стал мастером всего и обладателем пика всех человеческих способностей. Капитан Америка целенаправленно создавался как патриотический персонаж. Его часто показывали борющимся с так называемым нацистским блоком. Многие считают, что Капитан Америка является первым мстителем, но это не так. Он появился лишь в Мстителе номер 4, заменив там нестабильного Халка. Первый комикс Капитан Америка был продан за 343 тысячи долларов, а пользуется популярностью он и сейчас, причем даже у нас. Относительно недавно вышел юмористический клип Нойза МС Капитан Америка при участии многих популярных блогеров. Ну и первое место вы отдали самому известному доктору в мире. Если бы речь шла о рэпе, это правда был бы доктор Дре, но так как речь идет о супергероях, это доктор Стрэндж. Первое место, наши зрители выбрали именно его, поэтому если что-то не нравится, заходи в нашу группу ВКонтакте vk.com slash die5top, ссылка есть в описании и на экране, и спорь там. Первое место! Доктор Стивен Винсент Стрэндж является бывшим нейрохирургом, а ныне верховным волшебником. Однажды, попав в аварию, он лишился возможности заниматься своей профессией доктора, и тогда, после множества неудачных попыток вылечиться, он отправился в Тибет к Древнему. Там он успешно научился магии и стал полноценным супергероем. Чуть позже, вместе с Немором, Халком и Серебряным Сёрфером, именно Доктор Стрэндж основал команду защитников. Также Стрэндж является одним из иллюминатов, и вместе с Тони Старком, Профессором Икс и еще некоторыми героями решают судьбу мира. Доктор Стрэндж, помимо своих способностей, ко всему прочему, является и практически бессмертным. Он провел 5000 лет в параллельном измерении. Оставь мою вселенную в покое, и не возвращайся. Клянешься? Впервые о Стрэнджа узнали в 63-м году, а на экранах его показали только 15 лет спустя. Два года назад вышел фильм Доктор Стрэндж с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Несмотря на разные отзывы, при бюджете в 165 миллионов долларов удалось собрать более 600 миллионов, что можно считать бесспорным финансовым успехом. Вон как. То есть, ну, найдете Одина, и все вернетесь в свой Асгард без промедлений. И вы смотрели самый народный топ в мире, топ-5 дай-5. Вел его я, Ли Кей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под это видео. Не забывайте нажимать на колокольчик два раза, для того, чтобы все оповещения с нашего канала приходили на ваш мобильный девайс. Что еще могу сказать? А, заходите в нашу группу во Вконтакте, ссылка есть в описании и на экране. Вот она, vk.com.slash-die5top. Именно там можно голосовать в топах. Все, пошел, увидимся на Витфесте. Бааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Я буду рад, как супергерой, которому не мешает совершать его добрые поступки, узкая трико. Если ты поставишь лайк под это видео, поделишься им, а также предлагаю посмотреть видео про десятку идиотов, которые кидали вызов профессиональным бойцам. И новый выпуск инфографики, в котором ты узнаешь, сколько живут различные живые существа на нашей планете.